Девушки отдыхают Мальчатки носил всегда я, тюри-тюри-тюри-тюри-тюри-шапокляк Если сегодня какой-нибудь актёр, за которым бегают мальчишки по улицам С восторгом, которого все обожают, фотографии которого повсюду Ведь очень много талантливых людей сегодня И в театре, и в кино Есть премия овация, есть премия кумир А настоящего кумира сегодня нет А в начале века родились люди, которые в середине 20-го столетия в России Были истинными кумирами Бегали за Фаиной Раневской, кричали «Муля, не нервируй меня!» Бегали за Михаила Ивановичем Жаровым Которого обожали, любили, боготворили Песенка «Каховка, каховка, родная винтовка, горячая пуля лети» Из фильма «Три товарища» Распевалась поколением, которое верило в героику 30-х годов Не говоря уже о знаменитой песенке «Цыпленки тоже хочут жить» Бильярдис Дымба И знаменитой трилогии Козинцева и Трауборга Трилогия Максима Это был знаменитый актер Прославленный абсолютно Он снимался в кино более 70 раз И его роли в кинематографе навсегда вошли в историю Он простой московский парень Герой-разбойник его называла жена Он был хорош, спортивен, с озорными глазами Вырос во дворе Отец его был печатник, работал в типографии Уничался в гимназии Когда ему было 15 лет Надо было подрабатывать, надо было зарабатывать деньги Потому что семья была большая Были три сестры Отцу было очень тяжело Отец ему сказал, надо помогать И он так в 15-м году В поисках заработка Залетел в статисты В оперу «Зимина» Была такая интерприза до революции Оперный театр «Зимина» На него 15-летнего парня надели бороду Посадили на Хадынском поле его на лошадь И он помчался по этому полю На лошади, боясь больше всего, что он упадет Впервые в жизни Это шли съемки фильма «Царь Иван Васильевич» Экранизация оперы римского Корсакова «Псковитянка» С Шаляпиным в главной роли Шаляпин был Иван Грозный Все попытки Жарова получить театральное образование Они кончались ничем Он поступал в Малый театр В студию Малого театра Председателем комиссии была Вера Николаевна Пашенная Она не нашла в нем никакого дарования И он оказался за бортом Пройдет много лет В самом начале 50-х годов Была поставлена на сцене Малого театра Драма Алексея Максимовича Гойткого «Васса Железного» Где это не преувеличение Гениально играла Вера Николаевна Пашенная Но не менее гениально играл Михаил Иван Жаров Прохора Ее брата Он начинал по существу У Федора Федорчика Миссаржевского Родного брата Веры Федорчика Миссаржевской Гениальной русской актрисы Он был в студии Федор Федорчика Миссаржевского И там он увидел Мирхольда Который был в эти годы руководителем Театрального отдела Наркомпроса И приходил на занятия в студию К Миссаржевскому И Жаров оказался у Мирхольда В 1921 году Это была очень сильная трупа Бабанов, Ильинский, Зайчиков Таланты, огромные таланты Дмитрий Орлов Кстати сказать, Ильинский, Орлов и Зайчиков Были три актера Которые получали все время роли у Мирхольда Подлинные роли, настоящие А к Жарову он относился Ну как бы с пристрастием Он дал ему роль женскую Рандохлыстову В пьесе «Смерть тарелки» Он был совершенно неожиданный На грани гротеска, буфонады И бытового реализма Мужское лицо И в то же самое время Женская пластика Жаров играл это очень озорно А все, что он делал у Мирхольда потом Это были мелочи И вообще Мирхольд его не устраивал Потому что В Мирхольде Была тяга к форме К эксцентрике А Жаров тянуло Всегда к бытовому реализму И в 1926 году Он подал заявление об уходе И уехал в Баку Где Жаров, кстати сказать Встретился с Фаингерной Раневской В те годы Бакинский рабочий театр Был прекрасный театр Жаров здесь играл все Все главные роли В 20-е годы Он начал сниматься в кино Человек, который его открыл Был знаменитый Яков Протазанов Создатель Бессмертной Беспреданницы Жаров снимался В фильме Его призыв В фильме Человек из ресторана Где увидел на площадке Своего любимого актера Михаила Чехова Чехова он видел раньше На сцене Но никогда не был с ним знаком Он увидел его В спектакле Ревизор Он играл Хлистакова И Жаров прирос К креслу И вот в фильме Человек из ресторана Он оказался с ним На съемочной площадке Он играл официанта Наглеца Он был такой высокий С прищуром в глазах Хам И рядом был Чедушный Маленький Страдающий Михаил Чехов Жаров заметили И в фильме Человек из ресторана И в фильме Пелагея и Дон Диего В 28-м году Вообще Протазанов Его как бы Вытащил наверх Получайте С анекцией Контрибуции Отойди Кабель Без тебя тошно Вот это верно Без меня тошно А со мной будет сладко За что боролись Женился он очень рано Ему было 19 лет Жена была старше его Почти на 10 лет Она была очень некрасивая Женщина Учительница Родила ему сына Женю Евгения Евгений Михаил Чжаров Играл долгие годы В Ленинградском театре комедии Акимова И умер Несколько лет тому назад Это был его Старший сын Которого он очень Нежно любил Разойдя с матерью Жени Он пустился Во все тяжести А за эти годы 30-е годы И начало 40-х Нарастала его слава Слава была Непомерная Он снимался В первом Звуковом фильме Николая Эка Путевка в жизнь И это была не только путевка в жизнь Это была Путевка в будущее Михаила Жарова Он играл Вора Жигана Играл блестяще Наглый Циничный Убийца Не стой на льду Да лед провалится Эх, не люби Вора Да вор завалится Эщи горячая Да с кипяточечком Эх, слезы капают Да ручьёчечком Эх, вор завалится Да будет париться Передачу носить Не понравится Поезд пришёл Избойщик Нормат Пожалуйста Мил человек На каком трамвае В Каганг Стоять Газета Правда Товарищ Ленин Предложил Отпустить деньги На борьбу С беспризорностью Речь товарища Калинина Организуют Трудовые коммуны Гражданка Вы уронили рубль Рубль? Я уронила Ах, спасибо Спасибо Пожалуйста Право бывает Украли Украли Помогите Помогите Украли Жаров не хотел играть Он сказал Почему вы решили Что я могу играть Наглеца и убийцу А я исхожу от обратного Ответил ему Николай Эк И Эта роль Понесла Невероятный успех Когда Однажды в Киеве У Жарова Кто-то вытащил Из кармана Три рубля Мальчишка подошел К нему Ой, извини Жиган Я У тебя это Спер И вернул ему Три рублевую купюру Его узнавали Повсюду Жиган Это прикрепилось К нему Но после путевки В жизнь Он снимается Бесконечно Имя Жарова Стало Невероятно Популярно У меня у меня женщина Тридерием Так как Тридерием Просил Всегда Тридерием 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 Сухую Имеете Сухую Петух Тоже хвастался Да сдох А ну скажи А ну скажи Еще что-нибудь Препетуха Кто-то Давал на чай Всегда Одни Тридерием 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 Топил Коньяк Пей Мозила Это кто Мозила Вот я тебе Партия В 1932 году Ему позвонила По телефону Фрэнгер Нараневская Которая в этот момент Работала в Каменном театре И предложила ему Встретиться с Александром Яковлевичем Таиром И он пришел к Таиру Странная атмосфера Воспитанности Необычайной культуры Изысканности В театре все знали Первая актриса Алиса Гердена Коуна С ее Странным голосом С ее манерой Жена Александра Яковлевича Таирова И Михаил Жаров Из Простетской семьи Уже с большой биографией Много промахавшей В своей жизни Сценических площадок Сценических Ролей Бывший У многих режиссеров В руках Оказался ее партнером В спектакле Оптимистическая трагедия Всеволода Вишневского Где он играл Анархиста Алексея Жаров вытягивал Тему любви Потому что чувственность И в жизни И на сцене Всегда Жила в нем Именно В оптимистической трагедии Его увидел Алексей Толстой И предложил Кинорежиссеру Петрову Снять его в фильме Петр I Это одно из Классических созданий Жарова Меньшиков О чем лай Входи, Иван Артемьевич Входи, степенный Ты Кто таков? Меньшиков Александр Данилович А это Не тот ли самый Что во вшивом ряду Пирогами Зайчатиной Торговал Тот самый А теперь Царский деньщик Государь Чей минут Изволен быть Ты что смотришь На меня Зверообразно Ты прежде Был князь А теперь Ты Не мылица На экране Был абсолютно Живой человек Живой Талантливый Наглый Циничный Халуй Но Халуй Особенный Халуй Героический Халуй Который Нес В своем Халуйстве Необходимость И во всем Была Невероятная Историческая Правда И Поговорка Жарова Мин Херц Которую он Произносил В фильме Петр Первый Она Приклеилась Ее повторяли Все А Жарова Она Приклеилась Настолько Что Когда Калинин Вручал ему Орден В Кремле То он Сказал Спасибо Мин Херц Калинин Отпрянул А у Жарова Эта Мин Херц Вылетал Совершенно Неожиданно Жил-был Юно Ша Несчастна Един На свете Сирота Ходил Гулял В полночь Глухую Он По клади Би-би-би-би Чем Засег Ходил Гулял В полночь Глухую Он По клади Би-би-би-би Чем Я Усер 37-й год Кровавый год А у Жарова Он был Очень счастливый год Он много снимается в кино Много играет Получает звания Ордена Он Абсолютно Предан Коммунистической партии Сталину Он Такой Озорной человек С огромным Комедийным талантом Блестящим Комедийным талантом Достаточно посмотреть Фильм Анинского 39-го года Медведь Любимейший фильм Он живой по сегодняшний день Когда на экране Ослепительная Ольга Николаевна Андровская И Михаил Иванович Жаров Играющий Помещика Смирнова То оторваться от этого Невозможно Медведь Медведь Бурбон Монстр Что? Что вы сказали? Что вы сказали? Монстр? Ага Медведь Бурбон Монстр Ах Медведь Это монстр Позвольте Какой же вы имеете право оскорблять? Да, да, оскорбляю А что вы думаете? Я вас боюсь Медведь 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 Кому я? К барьеру Что? К барьеру стреляться Стреляться хотите? Да Избойте Избойте После Мужа Остались Пистолеты Ее минуту Принесу Ах Ах Каким Наслаждением С каким Наслаждением Я Влеплю Пулю В этот Ваш Медный Лоб Который Я Так Ненавижу Черт Вас возьми Батюшка Родилась Уделите меня Старика Уйди отсюда Вы что же думаете? Если вы Поэтическое создание Так можете Оскорблять Безнаказанно К барьеру К барьеру К барьеру К барьеру Подстрелю ее Как цыпленка Хватит Родимый Уйди Но какова Женщина С каким Наслаждением Я влеплю Пулю Ваш Медный Лоб Какова Женщина Заметил Нас Прискат Нас Краснел Огонь Порох Ракета Подстрелю Из принципа Навязался Леший На нашу голову Снимавшийся В фильмах Которые когда-то С наслаждениями В годы войны И после В холодные Ветреные Космополитические Сороковые годы Наслаждением Смотрели Не только Интеллигенция Не только Молодые ребята Вся страна Воздушный Извозчик Близнецы Беспокойное Хозяйство Все эти Слабенькие Ленты Где Жаров Играл Комедийные Роли И где В главных Ролях Блистала Очаровательная Велестная Людмила Целиковская Актриса Воктанговского Театра В те годы Сороковые Абсолютная Звезда Советского Кино Жаров Увидел ее Впервые В 43 В этом году Когда Она снималась В роли Анастасии Уйзенштейна В Иване Грозном А он играл Малюту И они Встретились Позвольте Я вам помогу Спасибо Пожалуйста Ох Ой как хорошо Что опять На земле Гляди на вас Не скажешь Что вы страдаете От качки Нет Я чувствую себя Хорошо А у вас там Какая-то фифочка Кричала Спасаете А у вас там Какой-то чурбан Никак не хотел Сочувствовать Чурбан Это я А фифочка Это я Жаров Жаров женился На Целиковской И вместе с ней Снимался В этих Легких Комедиях Которые сегодня Иногда Можно смотреть На телевизионном экране Он так любил Потому что Потому что Толпа Могла Разорвать Ее И Жарова Который всегда приезжал Когда он был Свободен К ней Они прожили Недолго Лет Пять Или шесть Но это был Такой мощный Этап В жизни Михаила Ивановича Который Прожил И мужскую И сценическую И кинематографическую Жизнь Необычайно мощь А в Каменном театре Ему было тесно Ему хотелось Простоты Он вообще Всегда тянулся К реализму К реалистическим Ролям К быту И Обидев И Таирова И коллектив Который к нему Хорошо относился Отпускал его Постоянно на съемки Он ушел В 1938 году В Малый театр И в Малом театре Он пробыл Всю свою жизнь А жизнь была В Малом театре Очень у него Разная И ролей было Меньше И сниматься Он стал меньше И во второй половине Жизни Хотя он был уже И народный артист Советского Союза И депутат Моссовета И занимался Общественной деятельностью В так называемом Всероссийском театральном Обществе Он был одним из Постоянных Заместителей Царева Но Это не значит Что Талант его Оскудел Бабочкин Который Зло пишет о нем В дневнике И никак не может Ему простить Что он всегда На стороне Властей А он же Признает Что в спектакле Иванов Который ставил Бабочкин Жарев сыграл Лебедева Замечательно И не признать Его успеха Баси Железновой Не мог никто И дикого В грозе Он играл Сильно А в кино Он продолжал Изотка Сниматься Мелькнул В фильме Старшая сестра Но Там Властвовала Доронина В расцвете Своего Огромного Таланта Снимался В деревенском Детективе Никаких Новых Достижений У Михаила Ивановича В этот период Не было И вообще Жизнь у него Стала Во второй половине Его биографии Совсем другой Когда он Разошелся С Людмилой Целиковской Он остался Один Ему было 49 лет Он очень Переживал Развод Он любил Ее Вообще Не мог привыкнуть К одиночеству Жил один Заботился О сестрах Но Судьбе Было Уготовано Отправить его Летом 49-го года В дом отдыха На Истру И он оказался За одним Обеденным столом С семьей Знаменитого Московского Профессора Кардиолога Гельштейна У Гельштейна У Гельштейна Была Одна Дочь Майя Ей было 19 лет Она была Студентка Второго Курса Полиграфического Института Она была Совсем Еще Девочка Девочка Интеллигентная Милая Умная Тонкая В чем-то Наивная И восторженная И Жаров Начал Ухаживать За Майей Ему 49 Ей 19 А Майя Майя Влюбилась В Жарова Вот Мне Доверили Дочери Михаила Ивановича Прочесть Дневник Майи Или Азаровны Жаровой Дневник Который он Написал Начиная С 49-го Года На мой взгляд Это произведение Литературы За мной Ухаживает Жаров Да-да Тот самый Жаров Некрасивый Старый Но Примилый И Замечательный Дата 19 Августа 49-го Года А Дальше Она пишет Майка Не делай глупости Майка Ты потеряла Голову И в своем Дневнике Записывает Как Михаил Иванович И говорит Майя Выходи Из меня Переходи Ко мне Я знаю Тебя окружают Мальчишки Ты будешь Мне изменять У тебя будет Много Мальчишек Но я По-моему Полюбил Тебя Она только Намекнула Папе О том Что Вот Такое предложение Ей сделал Жаров Отец Отмахнулся Вскипел И сказал Это безумие Безрассудство Разврат Ты что Продаешь Себя И уехал Из дома Отдыха Домой Мама Относилась Как-то более Спокойно Но никто Не понимал Насколько Это все Серьезно И она Приехала В Москву В начале Сентября Начались Занятия Ее Тянуло К нему Она Старалась Ему Не звонить Однажды Не выдержала Пошла К своей Приятельнице Ине Блантер Жаров Жил с ней В одном Доме Позвонил Ему По телефону Он Пригласил Ее К себе Она Не пошла Он Поднялся Наверх На лестнице У них Было Объяснение 16 Сентября 49 Года 19 Летняя Майка Вышла За Михаила Ивановича Замуж И прожила С ним 32 Года До Самого Конца Майя Элизарьна Умерла Когда ей Было 60 Лет От рака Уже После Смерти Михаила Ивановича Начало Их Жизни Было Довольно Сложным И Довольно Мучительным Он Человек Взрывчатый Эмоциональный У него Было Очень Много Вспышек Гнева Она Все Переносила Молча В 51 Году Родила Дочь Анну Сегодня Анна Михайловна Актриса Малого Театра В 53 Родила Вторую Дочь Елизавету Она Художник По профессии Особенной Проверкой Оказались Трудные Годы 51 В 53 В 53 Когда Сталин Развернул Антисемитскую Компанию Когда были Арестованы Врачи И среди Арестованных Врачей Был Профессор Гильштейн А потом Была Арестована Мать Майя Она была Профессор Рентгенолог И они Оказались В тюрьме Цыпленок Жареный Цыпленок Вареный Цыпленки Тоже Хочут Жить Его Схватили Остановили Пилели Пачпорт Примили Я Не Советский Я Никодец Крыш Я Не Тюрелю 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 Жаров Народный Артист Советского Союза Депутат Лауреат Многих Сталинских Премий Человек Который Вот только Что Совсем Недавно Оплакивал Смерть Жданова И Подписывал Все Письма Против Ахматовой Зощенко Вообщем Всегда Все Подписывал И Всегда Был На стороне Партии Правительства Но Когда Горе Коснулось Его Семьи Он Не Испугался И он Вел Себя Потрясающе Он Обивал Пороги Следователя Он Писал Заявление Прокуратуру Он Материально Все Взял На Себя Стоял В Очередях Ходил В тюрьму Майя Была Потрясена Потому Что Все Боялись Сталинское Время Ажаров Не Боялся Ничего Он Был По Природе Человек Эмоциональный И Честный Возьмите Ваши Футляры Можете Говорить Все Что Вам Угодно Но Я Хочу Предупредить Вас Да Быть Может Нас Слышал Кто Нибудь И Как Бы Не Перетолковали Наш Разговор И Как Бы Чего Не Вышло Я Должен Буду Доложить Господину Попечителю Содержание Нашего Разговора Нас Доложить Ступ Ступай Докладывай Докладывай Гейтс Он Умер Вскоре В 56 В день Возвращения Отца 3 Апреля Она Родила Дочь Вторую Дочь И Писала С какой-то Наивной Грустью В дневнике Ах Ах Любочка Вы Вы Прямо Ставите Точки Над И Что Я Постоянно Теряюсь Брак Целиковской Был Актерский Брак А Жаров Всегда Мечтала Меть Много Детей Это Все Было Были Две Девочки И Майя Которую Она Абсолютно Доверяла А Майя Лизаревна В Возвращении 27 Лет Узнала Что Ее Родители Совсем Не Ее Родители Что На самом Деле Она Сирота Что Когда Ей Был Кажется Один Месяц Ее Родители Погибли Но Она И Вида Не Подала Своей Матери Что Она Знает Что Она Не Родная Дочь В 57 Году Мама Подарила Дочери И Уже Теперь Любимому Зятю Дачу И Майя Записывает Как Трудно Живут Люди Вокруг Мои Подруги В Коммунальных Квартирах А Я Живу В Удобной Квартире У нас Есть Дача Девочки Растут Я Так Счастлив И Для Меня Ближе Миши И Дороже Миши Ничего И Никого Нет Я Почти Влюблен Черт Возьми Какая Вас Ломка Имеет Пойдите Прочь Стрелять Буду Стреляйте Стреляйте Тринадцать Женщин Бросили Девять Бросили Меня И Одну Из Них Я Не Любим Так Как Вас Другу Предлагаю Да Или Нет Я вот Недавно Прочел Дневники Бориса Бабочкина Блестящие Дневники Острые Злые Талантливые И он Пишет Что Жаров Это Театральный Сталин В нашем Театре И это Не только Потому что Он был Секретарем Партийной Организации А Просто Потому что Он Абсолютно Слепо Верил В ту Идею Которая Умерла Но Жар Олицетворял Русский Дух Русскую Удаль Человек Огромного Обаяния Человек Которого Любила Страна Оставшиеся В памяти Навсегда Которая Гайда Тройка Тройка Пушистый Ночь Морозная Кругом Вместе Серебристый Учится Парость Парочка Звозь Нилый Шепчет Уверенья Ласково В глаза Глядит Ах она Полна Замущения Что-то Ей Любовь Сули Замущения Телекомпания Вид По заказу ОРТ